Добрый день! Добрый день! Хочу задать уважаемым зрителям вопрос. Мне очень часто в комментариях советуют, что ты ловишь простых мужиков. Лови чиновников. Ну, я с этим согласен. Но объясните мне, чем простой мужик отличается от чиновника? Чиновник, понятно, это человек, у которого есть чин. Неважно, какой этот чин, гражданский, военный, есть чин, значит, ты чиновник. Неважно, что ты методист в Горано или еще что-нибудь такое, но ты уже чиновник. А вот что такое простой мужик? Вот где градация? Раз есть простой мужик, значит, есть не простой мужик. Есть крутой мужик, а есть вообще и не мужик совсем. Расскажите мне, пожалуйста, как мне отличить лесу. Ну, хотя мне-то, конечно, уже не пригодится. Меня уже пора на пенсию отправлять. А вот, может, молодые инспектора посмотрят это видео. И если вы... и почитают комментарии. Если вы напишите, кого правильно надо ловить, может, это пойдет на пользу. Вот, допустим, в районе население тысяч сорок. Из них одна тысяча охотников. Вот, сколько из этих тысячи охотников простых мужиков, а сколько чиновников? И какая градация, вот я говорю, вот, простой мужик, не очень простой мужик, сложный мужик и вообще не мужик? Разъясните, пожалуйста. Удивительная погода в этом сезоне. Сейчас сентябрь, а на дворе теплее, чем летом. Летом нас заливало дождями. В августе на улице было плюс 12, плюс 14. А сегодня обещают 23 градуса. Солнечно, тепло. Комары летают, как летом. Мух полно. Не сентябрь, а середина лета. Разве что заметно, потому что много желтых листьев. И все-таки признаки осени есть. Сейчас открывается охота на зайца, лисицу и инотовидную собаку. Немного расскажу про эти охоты. Какие подробности. Что, как можно охотиться. Какое оружие можно применять на данных охотах. Можно ли охотиться коллективно. Можно ли применять самоловы. В России несколько видов зайцев водится. Но, так как в нашем регионе только заяц-беляк, я расскажу про охоту на примере зайца-беляка. Охота у нас открывается с 15 сентября и по 28 февраля. Охотиться можно как с латкоствольным оружием, так и с нарезным калибром не более 5,7 мм. То есть, фактически, с мелкокалиберной винтовкой на зайца можно охотиться. Охота на зайца может быть с собакой. Собака может быть как охотничьей породы, специализированной на зайца. Допустим, это гончая или борзая. Также на зайца не запрещено охотиться и с другими собаками. Если у вас лайка гоняет зайца и вы хотите, чтобы она и дальше продолжала гонять и успешно с ней охотиться, да, пожалуйста, на здоровье. Даже если вы охотитесь дворняжкой, если она участвует в охоте, она считается собакой охотничьей породы, и это тоже не запрещено при охоте на зайца. Охота на зайца может быть как индивидуальная, так и коллективная. Индивидуальная охота бывает разная. Кто-то троплением зайца охотит. Кто-то, вот как я уже сказал, с собакой. Кто-то устраивает засады. Если засады в ночное время, то на зайца нельзя применять световые устройства, тепловизоры и приборы ночного видения. Это запрещено правилами охоты. Если охота на зайца коллективная, то у каждого участника охоты должно быть разрешение, если это приписное хозяйство и путевка на право охоты. Нельзя так на зайца охотиться, что у одного есть разрешение на зайца, а остальных включили в список охотников. Такой охоты на зайца нет. Одновременно с зайцем у нас открывается охота на лисицу. Вот с лисицей немножко уже другое. Лис у нас также несколько видов по России, но основная это лисица обыкновенная. Охотиться на лисицу можно с нарезным оружием, причем калибр не указывается, какой можно применять, какой нет. Значит, любой на лисицу можно. Охота на лисицу может быть индивидуальная, троплением, с подхода, из засады. Причем в ночное время разрешается использовать тепловизоры, приборы ночного видения и другие световые устройства. Охота может быть с земли, охота может быть с вышки, с лобаза. Охота на лисицу также может быть с собаками. Также любая собака может быть использована при этой охоте. Коллективная охота на лисицу также отличается от охоты на зайца. Достаточно одному человеку иметь разрешение и путевку для охоты на лисицу. Он будет ответственным за отстрел, и он вправе создать бригаду по отстрелу лисицы, написать список. Все точно так же, как при охоте на копытных и медведя. И можно уже будет охотиться и загоном, и можно будет охотиться прогоном. Чем отличается прогон от загона? При загоне охотники одни гонят зверя на других охотников. При прогоне охотники становятся цепью, и идут цепью, каждый может стрелять и каждый может спугивать. То есть они ни на кого не гонят, они просто прочесывают местность. При охоте прогоном запрещена у нас охота котлом. Это когда охотники идут внутрь круга. При коллективной охоте загоном на лисицу обязательно жилеты. Жилеты оранжевого, красного, желтого цвета со светоотражающими полосами в соответствии с ГОСТом, который указан в правилах охоты. Также на лисицу можно охотиться с капканами. Но это отдельная охота. Много захватывающие капканы на лисицу не запрещены. Одновременно с зайцем и лисицей у нас открывается охота на инотовидную собаку. Вообще, это вид акклиматизированный в России, завезен с Дальнего Востока. Этот вид приспособился и фактически сейчас инотовидная собака является вредителем. В те времена, когда ее завозили, ее мех ценился. И на нее успешно охотились, и численность ее сильно не увеличивалась. Шкурка стоила достаточно дорого, и даже государственные цены были дорогие. Я уже не говорю про черный рынок. Сейчас шкурка инотовидной собаки практически никому не нужна. Никто на нее из-за шкурки не охотится. И она размножилась в немеренных количествах. Плюс подкормка кабанов, плюс подкормка другая. Она всеядная, ест все. Зимой в неблагоприятное время может впасть в спячку. Короче, приспособилась и наносит вред, разоряет кладки и так далее. Я бы за инотовидную собаку не то чтобы путевки платные выдавал, а еще бы и премию платил. Но мы исходим из действующих правил охоты, из действующего законодательства. И поэтому охота на инотовидную собаку у нас идет по следующим правилам. Также можно охотиться с собаками. Также можно охотиться индивидуально или коллективно. Но если охота коллективная, то на инотовидную собаку каждый участник охоты должен иметь разрешение и путевку. Много захватывающие капканы на инотовидную собаку, как ни странно, запрещены. Такие парадоксы наших правил. Вот вкратце, какие способы разрешенной охоты на лисицу инотовидную собаку и зайца. Но на инотовидную собаку также можно охотиться с любым нарезным оружием.